Сибирская корона, наше российское пиво. Ребят, всем привет. Всем привет. Сегодня у нас будет чисто мужской выпуск. Да, мы пришли попить пиво. С нами нету женщин, детей. Будем сегодня обзорить китайское пиво. В Гуанчжоу есть музей пива. Мы сейчас находимся здесь. Называется Джузян Имбеф музей. Мы уже были здесь, но мы это дело не обзорили. Мы сегодня походим, поснимаем, что здесь творится. И в конце будет дегустация пива. До того, как сюда в музей поехали, все-таки зашли в Декатлон. И я все-таки купил себе очки для плавания на минус 2. И, ребята, в Иркутске нету очков. Для плавания очков на минус 2 абсолютно нету. Бренд выглядит вот примерно вот так, если я не ошибаюсь. Джузян пиво. Билеты мы уже купили. 50 юаней. Почему-то здесь написано один билет. Мы заплатили всего 50 юаней за 2 билета. Здесь сразу же вот такой ресепшн. Здесь слева можно купить билеты. И пойдем обзорить. Начинаем с первого этажа. Здесь, видимо, будет показано, как раньше варили пиво. Там написана какая-то информация по-китайски. Что это такое? Это, наверное, какая-нибудь самоварная, да, Олега? Ну да, скажем, это пивоварня такая, как она раньше так выглядела. А это что такое? Смотри. Ладно, то, что мы не знаем, будем как-то проходить, стараться что-то комментировать. Это банки, можно залезть с них и сфотографироваться. Здесь проходит какая-то полезная информация, видимо. Может быть, о пивоварении. То есть это какая-то лекция, видео-лекция идет. Да, про пиво мы там, видео говорят. Ладно, главное неинтересно. Все же, кто любит алкоголь, все знают, как пиво. По-быстрому продержимся, да пойдем сразу демонстрировать. Так, кстати, я не знаю, вот здесь представлено очень много марок, да, китайского. Нет, не китайского пива, просто пиво. Мирового, скорее всего. Да, да, да. Я, наверное, нужен процентов 80 таких, скажем так, таких моделей, ни разу не видел. Шутер-брау какой-то, это уже, скорее, что-то, что-то немецкое или австрийское. Мне вот нравится, да, вот люди, когда вот садились, да, ну, надо было что-то же придумать, да, и вот кто, как, да, ну, что, кто на что гораздо, да. Ну, да, просто. Дизайн каждый, скажем так, отдельно. Ну, вот какой-то, смотри, скандинамское пиво, ну, вообще, какой-то, смотри, такой викинг такой мощный. Я сегодня в пальто, то есть, грубо говоря, резко похолодало, очень сильно резко похолодало, прямо ветер такой, аж прямо ледяной. Море пива, а вокруг кеги бэушные. Так, вон девушки уже прошли, видимо, музей, и сейчас они будут дегустировать пиво, потом мы это все в дело покажем им. Такое ощущение, что прям, как будто тебя, это, бьет, а ощущений вообще никаких. Да, просто трогаешься, плохо. Пиво, пиво, пиво. Надпись гласит, что это, скажем так, Гай Юлий Цезарь, который перенял опыт пивоварения в Египте. Вот видите, египетские все стаи. И, как бы, старший, скажем так, так популяризировал варенье пива в Европе. Статуя женщины, которая, скажем так, вливает какое-то, ну, я не знаю, соусло, чтобы вот варить пиво. Варят пиво вообще. Варят пиво, да, в чайник в таком огромном. Вот два каких-то бюргера, тащат бочку пива на таком самодельном коромыслии. Пузатые такие, да? Этот, кстати, видимо, не пьет пиво, а этот пьет пиво. Здесь, смотрите, пивные кружки. Это уже более современное время. Ну, такие глиняные, глиняные. Здесь, смотри, что-то прям вообще, что-то, вообще непонятные какие-то страсти какие-то. Здесь так прям четко изобразили, да, пивоваренье. Да, это какой-то монах, скорее всего, какой-нибудь, как это, известный монах-францисканец варит пиво. Это ледяное хранилище, показанное, как раньше хранили пиво. Да, с кубиками, да, вот они. Ну, да, они изобразили это лед. Здесь изображена сцена традиционного открытой ферментации. Скажем так, вот оператор вливает аккуратненько очень какую-то, какую-то жидкость. Не показано. А такое ощущение, что он берет пробу на анализ? Да, я даже думал, что тепло берет на крепость. Нет, вот именно. То есть смешивает фермент, ферментируемую жидкость. Ну, тут целый прям завод. И вот эта вот, которая медная штука нас встречала, вот, вот прямо показано, как раньше вот сюда засыпали ячмень. Солод, ну, варили в этой штуке. Вот мешок, в нем сырье, да, и вон там, судя по всему, какие-то другие процессы. Весь принцип работы указан здесь. Да, то есть и помимо того, что это все изображено на картинке, еще, вот смотри, внизу вот здесь вот, это все показано, как вот жидкость перетекает из одного в другое. Это вот как в бутылки наливает пиво, то есть как начали уже пиво. То есть уже более современное. Более современное. Нажимаешь на кнопочку и загорается, как бы лампочка и объясняется, что это, какой процесс. Да, и чтобы, видимо, понять, какой процесс, где, нажимаешь, она загорается и показано. Кстати, мы это увидим вживую, то есть после этого музея, там дальше будет именно такое производство, можно будет через стекло посмотреть все это вживую, там прям конвейер такой, это, кажется, моется. Вот это мутил бутылок. Да, вот мутил бутылок. Вот я нажимаю на эту клавишу и загорается прямо лампочка. Чуть ли мы не прошли самое главное, ну, в принципе, после дегустации. Дегустация, наверное, самое главное. Комната, где эффект пьяного человека, то есть как будто ты пьяный. Ну, я хочу попробовать, что это. То есть заходишь в него и здесь настолько все как бы искажено и по прямой, ты попробуй по прямой пройти и... Чувствуешь, как башка кружится? А она что, шевелится что ли, нет? Нет, это просто вестибулярный аппарат, просто поехал у тебя. Чувствуешь? И самое интересное, ну, я абсолютно трезвый, то есть, грубо говоря, то есть, вот именно ощущение складывается, то есть... Голова кружится. Такое ощущение, что... Ребят, смотрите, в общем, я содержу сейчас камеру ровно. Здесь именно искажен пол под уклоном большим. А сама комната построена так, что она кажется, как будто бы она ровная. И ты идешь по такой наклонности, да? То есть, но комната построена так, что ты ощущаешь эту наклонность и тебя тянет вот к этой, к стене. Ну, я, наверное, правильно объяснил. Ну, правильно объяснил, но это просто вообще какое-то... Я пытаюсь как будто дойти до... Да, как будто бы ты пьяный. И как будто бы я вообще... Так, а давайте знаешь, как сделаем? Как здесь еще вот какой прикол весь. Смотри. Вот так вот люди, когда пьяный человек идет домой, вот примерно вот так он и выглядит. А давайте при обратном, чтобы лицом смотреть в камеру. Слушай, а идешь как будто пьяный, ну вот реально. Слушай, ты идешь как будто вот пьянь, понимаешь? Да, и причем, кстати, совершенно ни капельки, еще не впили. Карта мира из пробочек. Территория пивоваренного завода. Правильно. Ну, китайцы любят пиво. Да. А, кстати, хотел бы ребят отметить, но я не знаю, мы, может быть, это в конце подчеркнем, но пиво именно, которое на разлив идет, именно у таких кегов, оно почему-то вкуснее, чем бутылочное. Бутылочное, оно какое-то более разбавленное, более легкое какое-то. А вот именно разливное пиво, оно какое-то живое. Повкуснее, в общем. Церемония за закладывание камня в 1985 году. Именно этой лопатой, именно этой лопатой заложили этот завод. Здесь старые станки, которые использовали. Смотрите. Уху-ху-ху-ху-ху. Сидите. Тоже какой-то станок, его просто апгрейдили, так сказать. Добавили всякие исторические какие-то моменты. Открытие, может быть, даже завода, да? О, здесь тоже какая-то игра. Но сейчас почему-то... О, работает, слушай. Надо отвечать, в общем, на какие-то вопросы. И баллы зарабатываешь. Но так как мы по-китайски читать не умеем, идем дальше. Это рабочая одежда. Ну вот как-то так, ребята, выглядит музей пива. Вот этот бренд их. Джизян. Мы сейчас находимся внутри установки. Здесь такой экран, можно посидеть, посмотреть какую-то информацию. По всем вот этих зеркалам похоже на вот как-то вот фильм «Грюзовли в остров дракона», где он там в такой вот зеркальной комнате ходил. Уже там меня до сих пор как-бы шторит от этой дурацкой комнаты. Как будто пьяный, да? Ну не то, что пьяный, все равно немножко такое легкое окружение как бы осталось. Просто бутылка разрезанная по балансу. Там какой-то экран. Монитор. Мониторчик. Какая-то информация идет. Да, здесь информации на самом деле очень много со всех сторон. То есть в принципе, если ты знаешь по-китайски и умеешь читать по-китайски, то в принципе для тебя как бы не составит труда прям все прочитать, все узнать. Ну в принципе по-английски даже Олега есть. Ну по-английски видишь, это специфичный английский. Здесь в общем представлено все, что связано со спонсорством. Этот бренд оказывает спонсорскую помощь многим коллективам. То есть начиная от баскетбола до вот каких-то, скажем так, вот до каких-то вот таких вот самодеятельных. А здесь как бы на этой футболке расписалась вся сборная Китая по баскетболу. Перешли вот такую комнату, интересно. Здесь такие бутылочки. Сибирская корона. Разрезаны пополам. Да, кстати, здесь много Олега очень известных брендов, которые мы пробовали. Так, давай-давай найдем что-нибудь, что-нибудь, что мы знаем. Что мы знаем. Вот это мы, кажется, пробовали, да? Да, Брама. Брама, кстати, нашумевшая. Так она зашла быстро и быстро ушла, да? Да, Стелла Артува. Ты согласен? Да, Стелла. Да, она прямо выстрелила и быстро выстрелила. Вон хуй, Гарден, моим видимо. А, вот она, вот она. Гарден. Мне очень нравится. Это какое-то миссия. Так, ну давай покажем, наверное. Слушай, повторяется. Да, да, да. Пишите, ребята, в комментариях, кто какое пиво пробовал. Слушай, повторяется. Правда, здесь почему-то не указана бутылочка сибирской короны. Хотя, в принципе, смотрите, на картинке она и есть. То есть, вот сибирская корона, наше российское пиво. Здесь очень много пробок навалено. И пустые бутылки. Много очень различных брендов. Этикетки от пива. Кружки. Хотели вам производственную линию показать. А сегодня не работает завод. Получается, мы полностью прошли второй этаж. Поднялись с Олегом на третий этаж. А там не работает. Я сейчас подошел еще на ресепшен. Спросил. Она говорит, сегодня не работает. Не будем окорчаться, мы идем пробовать дегустировать пиво. Здесь вот такая вот стойка. Вон там, кстати, пиво наливает. Запах. Запах. Ты чувствуешь? Нет. Ну, отличается от бутылочного тем, что вкус маленечко другой. Не такой газированный. То есть газики в нос не бьют. Более такой мягенький. Ну, прям очень хороший. Прямо. Самораз, да? Да. Я обожаю этот вкус. Сразу такой насыщенный пивной вкус именно. Мягкое очень. Очень холодное. Прямо чувствуется, что оно не пастеризовано. Живое пиво. И газа в газиках нету. В нос не бьет. Газиков мало, да? Очень мало. Какое нам мягенькое. Вот первый самый вкусный бокал. Самый вкусный пиво. Давай, просьбираем. Ребята, нам разрешили еще по одной рюмочке. Давай, Олега, наливай. Может, не будем отсюда уходить? А что, музыка играет. Ну, там есть даже фортепиано. Тут, скорее всего, какая-то живая музыка есть. А сзади вот разные, я не знаю, это вот что есть. Здесь, может быть, какие-то мероприятия проходят. Так, ребят, смотрите. Если вы хотите попробовать это пиво, можно также забрать с собой. Вот такая полтора литровая бутылка будет стоить 38 юаней. Есть маленькая бутылка за 18 юаней 550 миллилитров. То есть, вы покупаете такую бутылочку, и они вам наливают пиво с Атакеги уже. Я бы сказал бы не дешево. Это пиво стоит 5 юаней с их брендом. Но оно пастеризованное идет, оно не такое мягкое. Выяснилось то, что здесь пиво безлимитное. То есть, вы заходите, посмотрели музей, можно пить пиво сколько хочешь. Я думал, что 2-3 бокала на самом деле нет. Можно хоть сколько подходить, набирать. Время ограничено только до 16.30. Мы сейчас с Олегом возьмем, в общем, снеков. Магнит себе Олег купил. Кому купил магнит? А, короче, у нас девушка на работе, юрист она попросила. У меня уже второй раз просит, как бы. И получается, что нигде не мог найти, а тут вот случайно обнаружил. По последнему бокалу время 16.30, ребята. Это какой уже бокал? Ну, я не знаю, может, 10-й. Зачем ты спалился? Четвертый. Ну, собственно, вот и все. Дегустировались. Ну, надо подчеркнуть, что больше всего понравилось. Детям больше всего понравилось. Ну, скажем так, больше всего понравилось. Знаете, вот именно, мне всегда вот в детстве вот этим нравились вот эти макетики. Небольшие вот этот макет мне нравился, конвейерная вот эта, все ленты. И макет самого завода, который находится, ну, вот прямо за славянной спиной. И, как бы, ну, само пиво тоже очень понравилось. Вот такое пиво, оно долго храниться не будет. То есть день-два оно закиснет. Да, 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 там и даже есть срок годности. Ребята, в общем, рекомендую к посещению. Если кто будет в Гуанчжоу, обязательно ставлю точку на локации, название этого места. Мне больше всего понравилась из музея эта комната. Вот эта пьяная комната, где ты идешь такой кривой весь. Ну, естественно, очень много брендов пива. Идешь, смотришь, высматриваешь образование вот этих этикеток, как это все образовывалось, именно стиль. И, естественно, дегустация пива. А дегустировались мы нормально. Да. Пиво, ребята, вкусное. Рекомендуем. Рекомендуем. Хотелось бы все-таки сказать о том, что третий этаж был закрыт, и мы не показали весь, все процессы. Может быть, даже и там что-то вам бы понравилось, да? Конечно. Я это видел, просто поэтому меня ничем не удивит. Я хотел вам показать, и я в тот момент еще ничего не снимал. Поэтому хотел тебе это показать. В общем, ребята, рекомендуем. Если вам понравилось это видео, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Пока. Ну все, Олега уезжает. Пока. Все, всего доброго всем. До встречи, до новых встреч в эфире. Давай, все, пока. Давай, торпись, опаздывает Олега. Субтитры сделал DimaTorzok